Всем привет! Вы на канале CryptoCommons. И что тут скажешь? Ну смотрите, уже кстати пампит биток. Но на самом деле он только что задампился. Сегодня будет коротенький обзор. Я делал на днях позавчера, по-моему, длинный, большой обзор про долгосрок. Кто не видел, сейчас он появится сверху. Обязательно его посмотрите. Там все подробно по всем альтам, по всему рынку разложил. Ну а теперь давайте посмотрим. Вот мы, кстати, тут с вами на дневке. Даже не видим, что сейчас произошел дамп. Все там фриковали, что дичь какая-то происходит. Вот мы уже видим, что в целом мы отрастаем. Ну вот, значит, тут какая тема? Тема такая, что, видите, мы даже ничего не видим, что произошло. Но если посмотреть на 15-ти минутки, допустим, то да, вот у нас биток начал падать. Вот здесь вот на новостях. Вот здесь, как мы видим, была неплохая коррекция. Но уже ее наполовину назад откупили. И это все произошло на новостях, что в сети биткоина зафиксировали транзакцию на больше, чем миллиард баксов. Но уже вроде как тут поняли даже, что она принадлежит кастодиану Ксапа, который связан с Coinbase. В общем, ничего такого. Это, скорее всего, внутри биржевые какие-то, внешние биржевые, точнее, переводы. И в целом никто дампить рынок не собирается. Конечно же, мы надеемся на это. Но тут, что я вам хочу сказать, что в краткосроке всегда очень сложно предсказать движение цены. Почему я и говорю, что скальпинг и интродэй – это дело такое, как бы, на любителя. Средний срок, как бы, гораздо понятнее и спокойнее можно торговать. Средний срок, долгосрок. Но это уже ближе к инвестициям. Скальпинг, если вы хотите, вот этот HGR Trade. Офигенный сервис, где вы 10-секундный график видите. Вот, каждая свечка 10 секунд. То есть там флэт, ничего не происходит. А тут у вас уже вон памп и дампы вообще идеально для скальпера. И вот здесь показывают все ликвидации по всем топовым биржам. Long и в short. Вот сейчас на Binance, на Deribit, на Bitmix, на BuyBit. Видите, ликвидируют. Зеленые – это значит ликвидируют шорты. И красные ликвидируют лонги. Ну, то есть принудительно покупают и продают. И суть в том, что по звукам можно слышать, куда идет цена. То есть когда ликвидируют много шортов, например, на миллионы долларов, то звук такой высокочастотный, очень похож на джекпот в игровых автоматах. А когда, соответственно, ликвидируют лонги, то красный, звук низкий, но тоже похож на автоматы. В общем, можно слушать с закрытыми глазами, понимать, куда идет цена. Очень удобно. Так, ну и что я хочу сказать про краткосрок? Вот я уже сказал свое мнение про долгосрок во вчерашнем видео. Но реально тема какая? Все заложено, смысл вообще лонг и шорт заложен в самих словах. То есть смотрите, у вас на бирже, на любой, здесь всегда две кнопки, да? Buy и Sell. И они же называются лонг и шорт. И вот в этих двух словах заложен весь смысл, на самом деле, да, посмотрите. Лонг и шорт. Суть в том, что лонг – это всегда в долгую. Это так и есть. То есть на растущем рынке у нас тренд растущий, и лонг – это как бы в долгую, а шорт – это ненадолго, это в короткую. Опять же, на растущем рынке, но у нас глупо отрицать, что рынок растущий, поскольку мы за 10 лет, если посмотреть каждый год курс битка, то он практически всегда был выше. Поэтому глобально вот так вот. Долгую лонг в короткую шорт. Потому что биткоин – это реально взрывная технология, это как торренты, только деньги, да? То есть это неподдельные, сложно добываемые, офигенные деньги, как вы знаете, расчетные единицы. И книга всех транзакций открытая, неподдельная, в распределенном реестре, который называется блокчейн. Это гениальная технология, и принятие технологии блокчейн массовое, оно по-любому наступит, и примут биткоин как расчетную единицу или как платежное средство. Но как его оценивать в таком случае? Потому что, окей, даже если соскаймятся доллары, все, но ведь нужно же как-то понимать, как рассчитываться в битках, да? Если мы все начнем рассчитываться в битках, или в дашах, или в эфирах, как нам оценивать в нем товары. И тут приходят биржи, которые нам рисуют курсы, потому что даже децентрализованные биржи, типа Uniswap, они же где-то берут курсы. Поэтому тут вопрос доверия нашего к биржам и к тому, какой курс они нам нарисуют. И к разговору о биржах. Хочу напомнить, что на Bybit осталось какие-то считанные дни. Меньше недели осталось. Ну, в общем, до конца октября вы можете получить дополнительные бонусы по промокоду CryptoCommons, внеся соответствующие депозиты. Это относится для всех, кто когда-либо был зарегистрирован по нашей партнерской ссылке снизу из описания этого видео или из закрепленного комментария. Обязательно, если вы все еще на Binance или на BitMEX, ну, как минимум диверсифицируйтесь, потому что со скаймиться может любая биржа. И вон, MTGOX тоже была крупнейшая по объемам торгов биржа. И то, что сейчас все говорят, что Binance не со скаймиться, потому что он крупнейший по объему торгов, но это смешно. Поэтому вот, рассмотрите, кто еще не зареган на Bybit, по нашей ссылке в записании и получите дополнительные депозит-бонусы. Тем более, Bybit молодцы, они добавили вчера, по-моему, новые торговые пары. Вот у них в обеспечении криптой BTC, ETH, EUS, XRP давно были, а в обеспечении USDT у них появились еще ETH, LINK, Litecoin, Tezos. Обязательно зацените, у них прикольный очень новый интерфейс. Здесь можно одновременно и short, и long держать. Вообще лютая тема. Думаю, вам понравится. Вот. Ну, это что касается бирж. Теперь давайте по поводу того, что HODL. Вот, нашел старые заявки за 2016-2017 год из обменника. Посмотрите ценник просто. 10 тысяч рублей, 13 эфиров. 22 тысячи рублей, 0.45 BTC. Математику в голове сделайте и скажите мне еще, в медвежьем ли мы рынке или в бычьем. Поэтому только-только HODL и вообще никаких распродаж. Не финансовый, конечно, совет, дисклеймер. Чуваки, я просто это помню, что глобально, вот, мы сейчас находимся вот здесь. В 2016 году, в зарождении нового булрана. Еще не переписали предыдущий исторический хай. Когда это случится, нас ждет вот такое. Ну, какой тут теханализ? Я просто не знаю даже рисовать треугольники, не треугольники. Как бы в целом мы идем наверх. Смотрите еще раз. Вот на 5 минутки можно даже не смотреть. Вот у нас есть 10-секундная. Тут вон черт что творится. Ну вот на 5 минутках вроде мы держим уровень. Можем, конечно, еще вот так и вот так сходить. Как бы никто не отменял вот такой сценарий по битку. И даже еще куда-то ниже потом. Вполне вероятно. Можем и не сходить. Поэтому еще раз говорю. Шум этот не надо сейчас торговать. Хотя, как-то скальпит, пожалуйста, если вы поймали раньше. Но глобально, еще раз говорю, глобально мы фигачим наверх. И я лично сижу в лонгах по альтам. Терплю там просадки. Поскольку доминация прет сейчас наверх. Ну, кстати, да, вот по доминации интересный момент, что она вроде как все-таки пошла наверх. По вот одному из двух этих сценариев. Не знаю, короче, что тут скажешь. В общем, хотел вас предостеречь и успокоить, сказав, что в долгую лонг и в короткую шорт. Но сам шортить, наверное, это не буду. Хотя посмотрю. То есть, конечно же, мы пробили критический уровень. По биткоину мы пробили все уровни сопротивления. Мы можем как минимум сходить вот так, протестировать их куда-то опять. Даже вот так. И потом пойти наверх. Спокойно вообще абсолютно можем. Но можем и не сходить. Худший вариант к биткоину, это, конечно, что мы делаем вот так. И закрываем все гэпы. И потом только наверх. Такое возможно, если сейчас коллапс на всех рынках начнется. Но также, если коллапс на всех рынках начнется, возможно еще и вот такое. Не забывайте об этом. Просто ту-земон вообще стрейт. Поэтому вот такой вот трезубец у нас по биткоину вырисовывается. Как это торговать? Да лучше в сторонке, наверное, переждать. Посмотреть, что будет. Либо уже впрыгивать в моменте пробоя. Ставить короткие стопики. Вот. Такие мысли по другим монетам не буду. Все во вчерашнем видео. Посмотрите его. По биржам еще раз напоминаю. Bybit. Новые пары. Дополнительные бонусы. Femex. Тоже отличная биржа. Тоже кучу новых пар. В том числе DeFi-ные монеты. Такие как Uniswap, Wi-Fi, Polkadot и прочее. И нулевые комиссии на Spot Trading для премиум подписчиков. Там выходит меньше 100 долларов в год. И вообще без комиссии можете торговать всем вот этим добром. Вот. Ну и на Dudex еще напоминаю вам, что уникальное предложение. Это торговля Chainlink USDT с нулевыми комиссиями на фьючерсах. То есть не Spot Trading, а реальные фьючерсы реально с нулевыми комиссиями. Вот. Поэтому ознакомьтесь. Все ссылки в описании, видео и в закрепленке, и в Телеграме. Дополнительные бонусы на депозиты. Это вам не шутки. Это действительно так. Очень хорошие биржи, удобные для торговли. Они лежат, когда лежит Binance с Bitmix. Так что советую часть средств начинать переносить на них. Как минимум диверсифицироваться. Вот. Всем профитных сделок. С вами был Фла-Ла-Ла. Это канал Crypto Commons. Кто еще не подписался, подписывайтесь. И будьте осторожны.